Медиагруппа «Авангард» представляет Алексей, ну все мы знаем компанию CISCO как мирового лидера сетевой оборудования и сетевой безопасности, но сегодня на СОК-форуме хотелось бы узнать, какие продукты, какие сервисы компания CISCO представляет в области СОК. Ну я, наверное, не буду лукавить, говоря, что CISCO, наверное, является одним из мировых лидеров, и в том числе сокостроение, у нас, наверное, одна из лучших мировых экспертиз в области построения СОКов и в области их аудита, а также связанных сервисов, таких как проведение киберучений, реагирование на инциденты, обучение сертификации специалистов для СОКов, то есть аналитиков первой, второй и третьей линии. И эту экспертизу мы также предоставляем и для компаний в России, и в странах СНГ, и у нас уже более 10 реализованных проектов по построению либо аудиту СОКов в совершенно различных отраслях, начиная от государственных и военных структур, и заканчивая нефтянкой, энергетикой, финансами и так далее. Я видел несколько ваших выступлений, вы как раз рассказывали и про киберучения, и про различные другие мероприятия, связанные с консалтингом. А вот хотелось бы еще узнать, есть ли у вас какие-то сервисы или уже готовые продукты, или продукты, которые вы разрабатываете, именно которые бы помогли бы компаниям построить свой СОК? Это может быть СИЭМ или что-то еще? Да, безусловно, есть. В этом плане, наверное, мы выгодно отличаемся от многих игроков, кто предоставляет услуги СОК и предоставляет продукты, например, СИЭМ. Мы являемся агностиками в этом плане, у нас есть как раз, если мы говорим о России, опыты построения СОКов и на Q-рейдере, и на Спланке, и на Арксайте, и даже на MaxPatrol 7, и на опенсорсе. То есть с точки зрения того, что будет в ядре, мы работаем абсолютно со всеми игроками этого рынка, как международными, так и российскими. Что же касается именно ЦИСКа, как вендора, то здесь мы предоставляем, как правило, решения в виде сенсоров. Для СОКов, и если вспоминать, там, не к ночи упомянутого Гартнера, то по его версии в ядро СОК 2.0 должны входить решения класса EDR, Казбии, UEBA и NTA. Соответственно, мы как раз и предлагаем решение всех этих видов. Для NTA это решение класса StealthWatch, для UEBA это, опять же, и StealthWatch, и Казбии, и AMP for inPoints, для Казбии это CloudLock, и для EDR это решение AMP for inPoints. То есть как раз мы поставляем телеметрию для современного СОКа, который может быть построен на решениях любого вендора российского или международного. Вы столько всего, Алексей, интересного рассказали, я даже немножко это потерялся. То есть я делаю вывод, что компания ЦИСКа, по крайней мере, в России, наверное, и в мире, это далеко уже не вендор сетевой безопасности и сетевое оборудование, а это полноценный интегратор, который может внедрять комплексные решения, правильно? Да, безусловно, и вопреки мнению наших любимых конкурентов и партнеров, которые говорят, что ЦИСКа это только сетевой вендор, по цифрам мы лидер мирового рынка информационной безопасности, а правильно, также мы занимаемся и консалтинговыми вещами, в том числе в области СОКов, а также в области других направлений информационной безопасности. Но СОК для нас сегодня является приоритетом. Интересно будет за вами понаблюдать, потому что вы, как активный деятель, в том числе в социальных сетях, много постите полезного, поэтому будем продолжать следить. Ну и, наверное, заключительный вопрос. Опять же, обращаясь к международному опыту ЦИСКа, какие, может быть, вы рекомендации, советы можете дать компаниям в России, которые сейчас готовятся к построению СОКа, что вы из международного опыта можете дать им, точнее не дать, а пожелать им и посоветовать полезного реализовать здесь, в России? Ну, я бы начал, наверное, с мини-рекламы и в последнем номере журнала «Информационная безопасность банков» у меня вышла большая статья, где я разбираю 12 типовых ошибок, которые совершают, в том числе, российские СОКи. Ну, а если там вкратце резюмировать всю эту статью, то ключевой момент – это то, что многие заказчики до сих пор не могут сформулировать, что для них СОК. Исходя из этого, они не всегда корректно выбирают технологический стэк и не всегда правильно привлекая интегратора ждут от него того, чего интегратор сделать не может, именно потому что далеко не всегда понятно, что такое СОК. А второе – это то, что СОК надо начинать с сервисной стратегии, а не с технологического стэка и даже не с поиска людей или разработки workflow, плейбуков, юзкейсов и так далее. То есть СОК – это в первую очередь сервис, даже если он реализуется внутри компании. А раз это сервис, то мы должны понимать все его входные и выходные данные, цель этого сервиса, метрики оценки его эффективности, и только в этом случае построение СОКа будет эффективным, а за ним уже, конечно же, последуют и технологии, и люди, и процессы. То есть те три составляющие современного СОКа, которые независимо от вендора должны быть в компании. Ну а если компании сложно самой во всем это разобраться, то я так понимаю, что можно не только читать ваш блог, но и обращаться к вам за такими услугами. Да, безусловно, у нас есть как и различные бесплатные консалтинговые вещи, так и полноценный консалтинг, где мы помогаем строить заказчикам СОК под ключ на любых компонентах, которые они выбрали, или которые мы им посоветовали выбрать, исходя из их задач. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!